Насколько чистыми будут выборы и прозрачными, это же зависит не только от указаний власти, а от сложившейся практики на местах. Люди работают так, как умеют работать, иногда даже без какого-то особого злого намерения. Предельная детализация и инструктирование выборного процесса создает такое количество требований, которые непроизвольно будут нарушать, просто если вам расписать, под каким углом, какой шаг здесь делать, вы не сможете все соблюдать. То, что элиту менять надо, надо, но я не уверен, что это можно сделать на данном этапе путем выборного процесса, потому что для того, чтобы путем выборного процесса ее сменить, надо иметь сформировавшуюся контр-элиту. А мы с одной стороны имеем контр-элиту в виде думской оппозиции, достаточно такой неэнергичной, а с другой стороны в виде элементов игровой и уличной истерии, от которых вообще, дай бог, держать любые органы власти подальше, потому что они будут заниматься истерикой, саморекламой, а не управлением. Поэтому посмотрим. Вообще, для того, чтобы установилась нормальная партийная система, нужно от двух до четырех циклов электоральных, проведенных по одним правилам. В условиях, когда правила все время меняются, я не уверен, что это даст большой эффект. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...